В Махачкале 9.57 в студии Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Борьба с природными пожарами, уборка сельхозкультур стали главными темами планерки у главы республики. Владимир Васильев поинтересовался у руководителя профильных министерств и ответственных состоянием дел в этих вопросах. Мониторинг за год показал положительные сдвиги и пробелы в работе. Коснулись и налоговых сборов. Говоря о работе автозаправочных станций, Владимир Васильев напомнил, что с руководителями обелившихся заправочных комплексов подписаны соглашения и им выданы сертификаты об уплате налогов. 58 заправочных комплексов и вот эти уважаемые люди, которые сейчас у нас создали такое ядро, я подписал лично каждому из них такой сертификат, из которого вытекает, что они платят налоги. Проверки их должны осуществляться только в присутствии представителей этой группы. Согласовались прокуратуры со всеми и будем этого держать, потому что они платят налоги. Нечего им отдать, правильно? Пришли к пониманию. Те, кто не платят, с тем не надо разбираться. В Махачкале прошла научно-практическая конференция «Экспортный потенциал Дагестана». Цель – обсуждение актуальных проблем формирования и реализации экспортного потенциала региона и выработка практических рекомендаций по вовлечению во внешнеэкономическую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Общественной палате Республики слушание по результатам общественного контроля, целевого и эффективного использования средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Состоятся и слушания по реализации программы «Комфортная городская среда в Дагестане» в текущем году. Сегодня в 12 часов в Театре поэзии премьера нового проекта «Кавказский пленник» телеканала «Моя планета», который входит в группу компаний «Цифровое телевидение». Премьерная серия проекта – это подробные видео «Путеводитель по Дагестану». Ведущий Андрей Панкратов собирается посетить аул «Гамсутль». Который называют кавказским «Мачу-Пикчу». На пути к селу-призраку, в котором бьет животворящий источник, ведущего ждет непростая дорога, кавказский колорит и встречи с интересными людьми. Погода. В Махачкале без осадковый, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, температура воздуха 10-12 тепла, вода в море 7 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...